Помните и увековечьте память о Борисе Немцове, который трагически погиб здесь 4 года назад. Он отстаивал открытую и процветающую Россию и ценности, которые мы тоже разделяем. Возлагать цветы на Большом Москворецком мосту на месте убийства Бориса Немцова в день его гибели стала традицией не только для родных, близких и соратников оппозиционного политика, но и дипломатов, аккредитованных в Москве. Мы знаем из нашего собственного опыта, что убийство бедных политиков – это катастрофа для всей страны и всего народа. И, конечно, он был самый бедный оппозиционный политик, либеральный, ремаркотический. И, конечно, это был грустный день для России. И тогда, и, конечно, сегодня, в 4 года позже. Борис Немцов был убит несколькими выстрелами у стен Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве осуждены пятеро уроженцев Чечни, которые были признаны виновными в совершении преступления. Следственный комитет продолжает поиск неустановленного заказчика преступления. Дело в отношении него выделено в отдельное производство. То, что до сих пор не расследованы ни причины убийства, ни найдены заказчики, я считаю, это совершенным проявлением, так сказать, соучастия в этом преступлении. И я надеюсь, что, тем не менее, справедливость восторжествует. Эти люди будут наказаны. Но Бориса нам будет не хватать всегда. Народный мемориал у стен Кремля стихийно возник после того, как вандалы устроили погром на Большом Москворецком мосту. Облили краской плакаты и снимки с изображением Бориса Немцова. Это произошло спустя несколько недель после гибели оппозиционного политика. Волонтеры дежурят на мосту круглые сутки. И сегодня не исключают провокации со стороны властей в лице коммунальных служб и идейных оппонентов. Волонтеры готовы уйти с Большого Москворецкого моста, если власти установят на граните памятную металлическую табличку со словами 27 февраля 2015 года «Здесь был убит политик Борис Немцов». Однако это предложение не было поддержано руководством города. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.